В период Нового года произошел спад деятельности мошенников, работающих через интернет или сотовую связь, и тех, кто предлагает свои услуги под видом представителей газовой службы или социальных работников. И вот сейчас наступил пик их активности. Сотрудники полиции работают во взаимосвязи друг с другом на общих собраниях. Ежедневно с утра зачитываются сводки происшествий. Выясняется, в какой сфере были совершены преступления и в отношении каких категорий граждан. На основании данных сводок мы ежедневно проводим анализ, выявляем наиболее уязвимые места, а также районы, где проводились мошенничества, совершались. На основании анализа мы проводим совещание, на котором определяем круг обязанностей участкового, которое необходимо ему провести для профилактики данного вида преступления. Участковые – это первая инстанция на пути предотвращения преступлений. Ежедневно они проводят беседы с гражданами, рассказывают о возможных видах мошенничества и раздают памятки, в которых рассказывается правда о мошенниках и методах решения странных ситуаций. Одновременно с этим участковые выясняют, происходят ли сейчас мошеннические действия в районе. Вам когда-нибудь обращались люди, которые пытались чем-то заманить, денежные средства с вас взять? Ну вот на той неделе, но он ничего не успел сказать. Он сказал, мы предлагаем льготы пенсионерам, у вас пенсионеры есть, мы предлагаем вам льготы. Ну, муж говорит, не надо нам ничего, говорит, он вообще даже, мне кажется, что выпивший даже какой-то парень. Какая служба приходила? Не, а он не успел сказать. Муж закрыл дверь и все, у нас общий коридор закрывается, поэтому туда прям... И как часто вот такие у вас бывают? Нет, вот первый раз. Ваш сын или ваш дочь, я уже забыл. Вот попали в аварию страшную, нужно помочь им. Я говорю, ну вы извините, у меня дочерей нет, у меня только сыновья. В таком духе ответил, и они бросили тропку. Вот что, что выиграли было. Так, и как бы данная ситуация действовала? Никак, не звонил, да и все. А вот если придет смс, что ваша карта заблокирована, что будете делать в данной ситуации? Ну, вообще-то мне говорили, что лучше не открывать это совсем сообщение. Потому что с моей карты действительно снимут деньги. Да? Ну, скорее всего, надо так и будет. Вот, ну я, в общем-то, наверное, открывать я не буду. Ну, иногда бывает, когда что-то такая ситуация, неоднозначно, если по банку что-то, то можно позвонить на горячую линию. На горячую линию, которая написана где? На карточке. На карточке, но не на смс. Нет, на карточке. Что скажут, что я буду делать? То есть переведете деньги на тот счет, который вам укажут в смс? Да. Подобного рода мошенники будут промышлять, пока люди реагируют и поддаются на их уловки. Избегают проблем те, кто выучил правила поведения с преступниками, как дважды два-четыре. Я сразу понял, что это хотят с меня получить, просто так, как с куста снять денежки. Ну, вот так. Потому что я читал, газеты читаю. Это просто я работаю в школе, но учителя там говорили об этом. Проводится. Да, да, да. Вот я вам хочу памятку вручить. Здесь написано «Осторожно, мошенники». Все вместе, которые в последнее время мошенники осуществляют, еще вот если что, соседям отдайте с вами. Хорошо. Профилактические ролики в интернете, в крупных торговых центрах, рейдовые мероприятия, пожилым домам и организациям – все это делают полицейские. В школах, в офисах, везде регулярно проводятся беседы, призывающие к бдительности. Но самыми ведущимися на провокации мошенников по статистике остаются пожилые люди. Люди в пожилом возрасте очень много хотят общаться и не всегда есть возможность это делать, поэтому любой человек, пришедший в гости, часто воспринимается действительно другом. Людям в пожилом возрасте хорошо быть чуть более настороженными. Но это им дается с трудом. По словам психологов, с возрастом у людей развивается доверчивость. И некоторые странные детали при общении с незнакомцами они часто выпускают из виду. Опыт у людей достаточно большой, но в данном периоде возрастном не хватает общения, часто и со сверстниками, и со своими родственниками. Поэтому опыт не оказывает влияние на то, чтобы люди не попадали под мошенничество. Хорошо бы, чтобы родственники и знакомые пожилых людей начали уделять им больше времени. А тем, в свою очередь, пойдет на пользу общение с друзьями, знакомыми, детьми и близкими, и с теми же участковыми. Они сейчас нам говорят, что да, я знаю, что это мошенничество. Но основная масса людей, они уверены, что с ними этого никогда не произойдет. И когда им проступает этот звонок, они начинают действовать так, как им сердце подсказывает. И если это систематически про это все-таки говорить, это как в школе. Если мальчику или девочке в таком возрасте постоянно говорить, то он все это начнет осознавать. Старые люди, они как маленькие считают. Еще раз напоминаем о необходимости заботы о своих близких. Чем больше раз вы проговорите в семье о проблеме мошенничества, тем лучше. А если столкнетесь все-таки с неожиданными гостями или странными сообщениями, не спешите открывать дверь или переводить деньги на незнакомый номер телефона или банковской карты. Посоветуйтесь с близкими, с соседями. Спросите документы у тех людей, которые представились, например, от имени газовой службы. Затем позвоните в соответствующую организацию, чтобы проверить, настоящие ли это газовщики.